Сообщение о пожаре поступило почти в 9 часов вечера. Горела пристройка, построенная еще в советское время. Причины пожара устанавливаются. На момент прибытия первого пожарного расчета деревянный дом горел открытым пламенем. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. К месту направлены дополнительные подразделения. В 21 час 22 минуты пожар был локализован. В 21 час 38 минут ликвидирован. Удалось не допустить распространения огня. При площади дома 400 квадратных метров огнем повреждено 40. В тушении принимали участие 5 пожарных расчетов. Пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются. После тушения огня люди вернулись в свои квартиры. Огонь их практически не затронул. Я дома была. Сын кино смотрел, я лежала. И мы постучались, как две девушки в окно. И говорят, вон там горит, говорит. Горит. Выходите. И вот сын выскочил быстрее. И я говорю, мам, давай быстрее, быстрее. Там на самом деле все горит. Алла говорит, что она практически единственный житель дома номер 46 по улице Праволыбецкой. Он построен в конце 19-го, начале 20-го века. С тех пор, говорят местные жители, ни одного капитального ремонта здесь не проводилось. Рушатся деревянные пристройки, сделанные в более позднее время. Также опадают и потолки, и крыша. Что делать нам? У нас тут целые семьи. У меня потолок провален весь в комнате. Вот идите, посмотрите. У меня там дырка на потолке. И у меня тоже прописаны дети там. Мы всю жизнь жили, платили. За что мы платим до сих пор? И сейчас мы платим. Я за год 37 тысяч я заплатила. Я за что плачу? Местные жители говорят, что управляющие компании давно махнули на них рукой. Содержать дом просто невыгодно. Потолки и полы рушатся, а трубы газа и водоснабжения уже устарели, говорят жильцы. Они все делают за свой счет. Покупают АГВ, где-то подкрашивают, ремонтируют, но эффект это временный. Штукатурка осыпается, а пол в некоторых местах того и гляди рухнет. Мама Оксаны, которая также проживает здесь, как-то решила помыть окно, и стекло выпало вместе с рамой. Тогда все тут же поменяли на пластиковое. Мы на следующий год вам сносить, мы что-то вам будем предлагать. Потом еще на следующий год, потом еще через полгода. В марте 2019 года дом номер 46 по улице Проволыбецкой признали объектом культурного наследия. Однако специалист добавляет, что придание дому такого статуса не должно никак влиять на условия проживания в нем людей. Само здание нуждается и срочно нуждается в реконструкции, реставрации, восстановлении. Потому что можно привести в очередной раз пример город Томск с программой «Дом за рубль». В то же время в том же самом Томске действует и вторая программа, где сам город инициировал сохранение деревянного зодчества. И на деньги того же самого фонда по расселению ветхого аварийного фонда, программы, они эти здания восстанавливают. И люди, которые жили в невыносимых условиях, без канализации, без, может, и отопления централизованного, получают все блага 21 века, но в тех же стенах, где они прожили не один десяток лет. Пожар на квартиры людей никак не повлиял, но на них повлияло время. Ходить по лестнице на второй этаж опасно. Ступеньки гнутся и скрипят под весом человека. Полы в некоторых комнатах, как говорят жильцы, дышат. В эти места они просто боятся заходить. И в такие условия люди возвращаются жить после прошедшего пожара. Да и то огонь разгорелся в 9 часов вечера. И городские службы отключили свет и газ. И до сих пор ничего из этого так и не включили. Жители обзвонили все инстанции, но четкого ответа так и не получили. В настоящий момент дом от света и газа отключен. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».